Дорогие коллеги, наш марафон продолжается. Сегодня у нас день учителя начальной школы. Это второй день учителя начальной школы. И, конечно же, хотелось бы отметить, что тематический спектр, тематический охват мероприятий просто зашкаливает. И вот мы теперь добрались до электронных форм учебников. Это наша новая реальность, какое-то новое веяние. Надеемся, что оно будет основательным, долгим, и что учебники электронные как-то войдут в нашу школу, учителя перестанут их бояться, детям будет интересно по ним заниматься. И то, что электронные формы учебников как большой, хороший, мотивирующий фактор будут оказывать нам всевозможную помощь, как это только может получиться. У нас в гостях Валентина Анатольевна Шикер. Валентина Анатольевна приехала к нам из Солнечногорска. И вы работаете в гимназии номер 6, которая является пилотной площадкой издательского дома 1 сентября по использованию электронных форм учебников. Ну, Валентина Анатольевна, если вам не трудно, поделитесь, пожалуйста, опытом. Как долго ваша школа использует электронные формы учебников? Ну и какие можете советы дать коллегам? Ну, наша школа уже второй год использует электронные учебники. Мы начинали в прошлом году, сейчас продолжаем с 1 сентября, активно их внедряем. И если в прошлом году у нас очень маленькое количество было охвачено классов и учителей, то в этом году нас уже намного больше, мы практически вся школа охвачена. Вот вводим среднее звено, не только начальная школа, но и среднее звено. Ну, точно так же, как вы сказали, что очень тяжело это внедрялось. Да, и в самом начале тоже это было нелегко. И прежде всего, конечно, и учителям самим нелегко перестраиваться. Но время диктует свое. И самое главное, что это очень нравится ребятам. Они с удовольствием это принимают. И учителя, которые заинтересованы в том, чтобы быть с детьми на дном, подняться до их уровня, освоение техники, потому что они сейчас гораздо выше нас. И дальше оторвались в освоении всех гаджетов. Поэтому, конечно, очень здорово, что появилась эта площадка и форма электронных учебников. Почему здорово? Потому что мы имеем возможность с ребятами быть на их уровне и давать образовательную программу, давать материал подавать именно в том поле, которое они воспринимают, в том, что им нравится. Да, вот, Валентина Анатольевна, вы сказали, что было какое-то сопротивление внутреннее со стороны учителей. А вот родители как на это реагировали? И родители по-разному. Мне повезло, в моём классе очень здорово приняли родители, потому что, ну, видимо, вы знаете, в начальной школе всегда существует такое мнение, что какой учитель подбираются такие же дети и такие же родители. То есть если я приняла это, вот, как Артем Семенович говорит, электронные учебники, это здорово, вот я как-то это сразу взяла за лозунг, потому что мне это очень нравится. Естественно, подала этот материал так, как конфетку для родителей, и родители приняли это. Вот я привела аргументы в том, что, особенно для тех, кому тяжело даётся учёба, кто тяжело вовлекается в учебный процесс, а представляете, вместо игр закачать туда упражнения или задачи, и в игровой форме это всё решать, это очень интересно. Родители мои приняли очень здорово. В принципе, у нас в течение полугода уже у каждого ребёнка был свой планшет, туда мы закачали учебники, поэтому второй год у нас проблем нет. В других классах знаю, что очень тяжело идёт. Но опять-таки есть учителя, которые, например, ограничились одной моделью преподавания, это когда есть компьютер учителя и интерактивная доска. Мне были интересны все модели, я показала все, и сейчас мы очень часто используем даже вот такую модель, как вот опережающая, допустим, они дома изучают новый материал, приходят, мы уже на уроке. То есть перевёрнутый класс. То есть перевёрнутый класс, да. И даже я могу не предлагать ребятам, они уже наперёд могут сами порешать, вот наперёд какие-то задания прийти, уже мне рассказать, показать, что они делали, что они видели, предположить, прогнозировать урок, что мы будем делать, как мы будем работать, то есть это уже... Ну, я думаю, что в следующем, в четвёртом классе ещё будет проще и легче. На данный момент я только захожу в класс, допустим, перед следующим уроком, уже открыт планшет, уже открыта книга, то есть закладки делают, то, что нужно повторить, подготовиться, поэтому вот у меня как-то проблем нет. Да, и уроки проходят динамичнее, правильно? Конечно, намного. Ну и ещё, конечно же, вы электронными учебниками пользуетесь не все 45 минут на уроке? Нет, конечно, конечно же нет. Во-первых, мы используем, ну, пользуемся абсолютно нормами СанПин, вот, и мы не используем больше, чем нужно, а потом там нет столько заданий, чтобы их использовать. Хотя есть ребята, которые заменяют, вот, электронный учебник бумажный, могут не доставать, но я предлагаю, чтобы был и тот, и другой на парте, потому что, чтобы тоже менять формы работы. Но мы никак не больше, чем, допустим, использовали бы видеосюжеты, либо там презентации какие-то, а здесь всё уже в учебнике есть, ничего не нужно искать, придумывать. Да, то есть нормы СанПина, можно всё это выдерживать, можно ничего не нарушать, и при этом держать мотивации на достаточно высоком уровне. Конечно, конечно. И детям это нравится. Конечно, потому что их пространство сейчас это электронное. Да, вы просто как-то внедрились в их среду. Я очень хочу внедриться в их среду, и это, наверное, направление каждого учителя должно быть. Если раньше учитель был ведущим, и за ним там ребята догоняли, да, вот я такой, я умею, я научу, то здесь во многом дети учат учителя, и я многому у них учусь. Ну, когда такой процесс взаимный, наверное, тогда и работать интереснее. Да, интереснее. Потому что учитель, он учится всю жизнь. Да, это правда. Валентина Анатольевна, большое вам спасибо. Спасибо. Мы желаем вам успехов, и надеемся, что будем периодически получать от вас какую-то информацию, что-то новое, какие-то импульсы, и вы будете делиться своим уникальным опытом с коллегами из всех уголков России. Спасибо. Большое спасибо вам. Всем удачи.